welcome back to my channel дамы и господа мормоны любители мелкой рыбы приветствую с вас на своем канале за окном ноябрь температура плюс 2 ощущаемая минус 3 ветер 7 метров в секунду у нас порывами в городе надеюсь кольца сегодня у меня еще не будут обижать все таки основная температура плюс ощущаем это уже другое но тем не менее посмотрим что из всего этого получится сегодня снова на микро ручье попробую поймать белую рыбу прошлый раз когда здесь был гулял мне по удалось поймать всего лишь пару рыбек на снастку весом 0 2 или 03 грамма точно не помню рыба очень осторожная вода очень прозрачная рыба слышит как я подхожу к воде начинаю пробираться по веткам хрустится под ногами в общем рыба настороженная пугливая ну попробую сегодня половить опять же плотву так сказать мирную рыбу надо спрашивать в комментариях там под видео или еще там емать что нужно для ловли мерной рыбы какой спиннинг там что посоветуете ну и как бы пишешь людям там что-нибудь то что сам поднимаешь в общем какие у меня вот основные критерии необходимы для ловли этой белой рыбы ну во первых это примерное понимание где может быть рыба вот пришел на водаём сразу смотришь если всплески активная игра рыбы если это стоячка смотришь допустим может рыбка быть возле кувшинок возле водорослей под нависшими ветвями деревьев под нами на микроручье она здесь присутствует в ямках в обратках делать умеренное течение вот разлив прекраснейший разлив глубокий вот здесь вот ну по любому может быть рыба задача главное еще найти так что смотрите на характерные так стать признаки но когда вы ее найдете поймаете первую рыбеху там одну или две то стайка насторожиться и сместиться моментально плотва настолько там даже уклейка осторожная что они сразу стайная рыбка перемещается по водоему поймал пару экземпляров напугалась а пошла рыба дальше нужно идти дальше ее искать опять она может сместиться как вдоль берега также и дальше от берега в общем это целая блин охота за этой белой рыбой ну во вторых что важен вес оснастки конечно же необходимо подобрать вес для вашего водоема для ваших условий в текущий момент например если ветер дует соответственно легкую приманку ставить нет смысла будет ветром выдувать значит поставить чуть-чуть потяжелее но с учетом того что когда ветер будет выдувать чтобы остаток ее веса хватало чтобы она шла под водой в толще не поднималась наверх но это не значит что нужен вес которым вы сможете легко добросить например на расстояние где вы увидели всплески рыбы поставили 1 грамм чебурашки и давай ее швырять она вас просто начнет быстро тонуть вы рыба за ней не успеет среагировать чтобы она шла вас пелагики вам надо выматывать очень быстро в общем это не будет правильным да есть водоемы наверное регионах где водится и крупная плотва она не такая настороженная хищная а если красноперка на водоеме то это вообще там можно по-моему даже не заморачиваться с мелкими весами красноперка там и дюймовую выше дюйма резину свободно схватит так что тут все индивидуально но в основном рыбу приходится искать и уговаривать на поклевку тот кто следит за муром направления часто встречает в сети и информация под всякими форумах еще там где то что в основном критерием ловли рыбы это 0 2 грамма вот от 0 2 грамм уже как бы не так быстро тонет приманка и считается что на 2 грамма как бы оптимальный вес для ее ловли под фото отчетами часто встречается там допустим выложил кто там плотву пойман у еще что и спрашивать на какой вес была поймана какой вес использовался ну их в принципе вот простите чтобы работать с этими 0 2 грамма тут и необходимо подобрать рабочий вес для вашего за до водоема чтобы вы могли его забросить почувствовать совершить проводку вот что же еще следующим этапом использовать спрашивать шнур леску флюр тут ну тут вообще чисто индивидуально тут каждому свое речь идет о самых тонких диаметрах конечно же лица салона использовать самые тоненькие то что есть вы тут мнение что на шнуре возможно выполнить невозможно выполнить плавную проводку что резкие рывки шнур не сгашивает эти все огрехи в проводке и соответственно бель не так активно на все это реагирует зато шнур крепче на зацепе ну есть шанс зацепился за водоросли тем же нанофильчиком или гусином вырвать нежели на 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 той же лесточки на 08 не дай бог там на 06 очень сложно тот кто же наоборот предпочитает леску ли флюр так как они растяжимые помогают сгладить огрехи проводки в первую очередь ну и также они еще вроде как и менее заметны чем те же шнуры при этом сенсорика у этих людей кто ловит шнурами и флюрами не на первом месте и мне надо вот этот характерный удар в руки им главное что при вываживании рывочки эти помогают лесочки помогают гасить рывки ну и минимизируют тем самым так скажем сходы рыб в общем каждый сам выбирать что ему важнее либо это удары в руку он не следит за кончиком за леской за положением приманки а кому-то наоборот не важно чуйка а главное плавная подача приманочки чтобы игра была верная а поклевки он и так либо чувствует на этих шнурах ну на флюре на леске либо ну и отслеживает как ты это все одна моя как я кончику по леске ему не так важен вот этот характерный удар проводки ну тут конечно у каждого своя проводки как бы сколько людей столько меня например для уклейки сам эффективная это просто равномерка забросили сразу же начинаете плавно подматывать клика нападение заметит приманку и практически сразу начинает атаковать часто она догоняет приманку может за проводку несколько раз догнать и и ударить нашли очень ярко будут передаваться эти удары за проводку прям он тык тык ну по мне так это означает о том что рыба хватает чувствует сопротивление натяжение шнура и приманка хоп у нее либо сама изо рта вываливается либо на и выплевывает ну прям натяжение шнура очень критично в этот момент вот если бы была бы леска то конечно бы тут рыбка бы схватила потащила леска бы растянулась вы ее потекли и все и отлично плотва же очень осторожная рыба в отличие от уклейки часто видно даже по микро ручьям ходишь как она ее сопровождает приманку но не выходит на то кстати он там сейчас только что видел какой-то сплет сна один у может ветром с ветки чем дерево упало но какой-то что-то я видел но эффективнее да тоже подходит равномеркам с небольшими паузами иногда подрыв чеками но эффективнее все-таки с подбросами до срыва с рывочками ведете ведете рывочек или там twitch небольшой вот тогда она более активно проявляет себя даже ты когда вот по отчетам читаете когда мормон там ловили с поплывочниками поплывочники нервно в курят сторонке потому что у поплывочников что там стоячая оснастка поплавок заброшен приманка там живая насадка болтается там стоячки никакой анимации нету а когда приходит допустим спиннингист тоже проводит силиконовую приманку или там тем более ножевого парыша сразу анимация рыбка видит боковым зрением там что что-то происходит она видит эту наживку и начинает сразу атаковать то что и поплывочники потом в шоке как же так мы тут ловим на поплавок а тут спиннингист пришел вот все дело в анимации что нужно задавать подергивание подбросики там твичи легкие без этого никак ну что по спиннингам так как я уже заикнулся что характерно считается что 0 2 грамма это оптимальный вес для ловли белый то есть от бели соответственно и нужны спиннинги которые в состоянии сделать эти забросы таких свингов то по сути немало те же в бюджете есть фарио которые по отзывам что они 02 прекрасно кидают про пары различные там ксуловские имею ввиду модели не онлайн и нано за рахи смит и мука и мотаги да ну куча спиннингов которые могут работать с 0 двумя грамм и на себя не обладают разным строем жесткие быстрые другие мягкие регулярствует другие прям сопля слоу медленные все они задут разную анимацию из-за своих характеристик и нужно каждому встрою в принципе привыкнуть и он будет ловить не хуже чем там у другого с другим строем кто-то выбирает более злые им важна сенсорика такие они очень звонки передают поклевки рыбы на них очень чувствуется рельеф дна допустим когда вы задели за водорослинку проводите чувствуется как вы вышли с этой водорослинки вот такие строгие палочки очень звонки но огни к сожалению ограничены вариантах проводки другие выбирают наоборот помягче бланк чтобы он прогибался на проводках мог сглаживать рывочки какие-то резкие что там лесочка тем более совершенно у вас стоит будут рывочки более плавные они как правило менее чувствительны на поклевках но отчетливо дают обратную часть с приманкой на проводке когда вы играете кончиком на подбросе как-то чувствуется как натягивается шнур лесочка с мормышкой с приманкой тут я бы уточнил здесь как сказать там вы чувствуется не только приманку и вес приманки и грузика но еще и шнур соответственно шнур леска наш тоже имеет вес и чем дальше заброс тем отчетливее на подбросе как будет слышен ответ этой приманки бывает вот когда зацепитесь за водоросли пытаетесь вырвать приманку вроде хоп вырвали подбросили о чувствую подматываете тоже чувствую ближе подматываете сенсорик все меньше меньше думаешь блин да что такое оказывается это просто голый шнур идет вы его подбрасываете чувствуете его вес и думаете что там есть приманка с мормышкой по факту там уже ничего нету все торм поэтому тут как бы общий вес и вот кончик удилища с таким мягким строем более он с тоненькой вклеечкой тем более он очень хорошо передает вот эти все подрывчики опять же каждый сам для себя решает что ему выбрать вот я в прошлом сезоне без ума был от лапшистых у меня был кощей тропары я прям любил вот так бланком качать чтобы на подрывчиках бился этот шнур в натяжении я понимал где моя приманка на дне и логике на водорослях но потом со временем я в этом сезоне попробовал более строгие палочки и мнение стали более как бы приятно ими ловить остался из медленных только зам нуслоу который лежит редко выгуливаю так как палок всяких разных то то одно и то другое гуляешь он остается в неудел но это прям вообще там стопелька для души вообще отличная палочка ну и под самый ледостав у нас почти да уже скоро лед вышел у нас гомарус с его строем и рабочими характеристиками с твоим работать не только 0,2 по сути а гораздо ниже 0,2 это уже его уверенный вес то что 0 ниже он работает ну наверняка вы видели как предсередником ловил алексей там и роман он давал спиннинг еще там ребятам наверно что ловили не нужно на весах 008 006 мон очками 006 там 008 что спиннинг способен гораздо гораздо ниже уйти 0 2 грамм при этом способен забрасывать давать анимацию обратную сенсорику давать точнее а то они мать что вы производите в общем я бы даже сказал что спиннинг двух нулей вот вот сегодня вот у меня гомарус нами короче спиннинг двух нулей 006 008 лес очки тоже 006 там 008 ну реально спиннинг двух нулей вот я несмотря на сегодняшний холод блин и обмерзание которые могут быть пальцы замерзнуты решил что нужно с ним попробовать называть его еще по отзывам сейчас тот кто успел получить и уже обрыбился там уже сколько он как в продаже там две недели на прошло за того убийцы белой рыбы почему-то характеризует а ну потому что на все таки за его способности но не горят а другие пока на на zero убийца белка сям а тага 662 там 502 там убийц там караи карасей белой рыбы я таких отзывов не слышал других факт об этой же почему-то все говорят что убийца белая рыба на на все таки что он действительно весах 02 грамма не только способен их забрасывать но все таки давать информацию и гораздо гораздо дает опуститься ниже чтобы соблазнять эту пассивную рыбу тем более сейчас осень а люди косят эту белую рыбу в себя в регионах я вот не знаю в общем я сегодня попробую с ним прогуляться что из этого получится я не знаю может это просто закончится вот этим моим монологом и больше вы ничего не увидите в общем не знаю сейчас у меня стоит монолес . 008 стоит у меня значит замерзли стоит у меня оснастка по моему сейчас морозка 009 вместе с приманкой общий вес в общем не знаю здесь я могу спрятаться от ветра и попробовать найти на микро ручей сегодня вот здесь вот пройтись белую рыбу если же сейчас я с монкой буду тут нее не видеть обрываться зацепляться то поставлю нанофил наверно 001 в общем все пробуем что из этого получится если получится вы увидите нанотанта катушка иного ультралайт 2000 посмотрим как 2000 размер будет забрасывать блин заброс хороший 0,1 грамма 0,9 плюс приманочка ну где-то 0,1 наверное там в общем все будет при натяжении лесочки я тоже чувствую обратную связь с приманкой на подбросиков шикарно если только жалко что никто не он не отзывается сейчас на эти забросы надо идти дальше кто тут долго стоит тоже на одной точке надо успеть пройти хоть какую-то часть речушки надежде найти кого-нибудь но если не найдется бель знаю придется перевязаться нанофильчик и поискать рыбку уже у дна окуня какой-нибудь хоть что ли в коряжках посмотрим если на все на это время хватит ладно здесь было на на самое комфортное место забросу ничего не мешает кустов нависших ветвей нет а вот дальше сейчас я пойду там уже начнется самый самый ад кругом ветки как делать забросы палкой метр 80 непонятно в общем пробуем так право саленки киррой вот это красть 1 да ездить от спутка есть надо только найти и уговорить так оборвался уже пару раз подряд потому что не вижу я монку не могу отследить визуально положение приманки где она коснулась дна или какой-нибудь коряжки или нет получается зацеп и обрыв в общем поэтому перевязался на нанофил 002 буду уже визуально отслеживать заброс нанофиле тоже приличный нормально летит тоже оснастка весом 0,1 грамм на шнуре еще четче передается обратная связь на подрывах кончиком приманки в общем посмотрим каждый раз приходишь речка меняется на глазах уже уровень воды другой уже нету травы голые стволы деревьев пробираться проще краса рыба и все хуже как-то так да 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 давай давай заветочка зацепилась а вот она красотка и 1 есть клеечка гомаруса шикарно делает заброс просто даже вот на короткие стою из-под веточек небольшое движение кистью и вклейка прям плюс строй вот этот не лапшистый прям очень хорошо забрасывает 0 10 грамм прям прям вообще мне нравится даже с катушкой двухтысячной даже с анафильчиком ну и вторым блин вообще классно надежда у меня на эту ямпу с обратками что все-таки тут еще плотвичка осталась и не ушла никуда хотя может уже вся рыба отсюда мигрировала все пытается в коряжку бежать как раз красавица вместо нас не подвело обратка течение все-таки рыбка тут еще стоит не ушла спасибо тебе осенняя плотвичка поднимает это кто-то уже окунишка странно окунишка чтобы и в пелагике хватил не ожидал я такого сегодня весит 0 10 грамма 20 разбойник такой отцепился уже с безбородного крючочка пробуем еще может кто-нибудь клюнет пойдем дальше на место очень очень хорошее течение браточки что-то глубокой осенью до сих пор это место остается привлекательное для рыбы ладно поставим это место классная улица пойдем дальше вот в принципе такой ручей бежит бежит потом там получается у нас огромная ямка такая и там стоит рыбка а сама речушка то вот такая вот борщовичок уже все одни высох есть так-то летом тут было вообще не пробраться вон смотрите такие огромные просто огромные буду ли ты стоят сухи здесь вот еще один такой он глубокий разлив тут яма такая прям большая везде попробуем кого-нибудь а здесь уговорить полосатый ну подожди ты полосатик все было это крайняя . ухожу домой все времени уже два часа дня отведенное время на рыбалочку кончилось сейчас буду пробираться сквозь эти джунгли и обратно в общем рыбалка состоялась я думал если честно что вообще с нулем останусь я не поймаю сегодня плотвичек здесь на водоеме но так скажем удача была на моей стороне несколько плотвичек и даже кушков удалось поймать по палочке по гомарусу очень очень мне понравилось с ним ловить конечно экстремально было лезть ним в дебри перематерился столько отборного мата поставить за кадром сколько было за зацепов за веточки заразные за всякие палочки обрывы перевязывания конечно рисковал я очень сломать палочку здесь в общем не повторяйте для каждых условий должна быть моя палка не надо с такими длинными спиннингами лазить по таким вот закоряженным местам по забросу очень понравилось постоянно даже с моим дипломат на на когда я стою под веточками и просто без даже без размаха а таким лег легким запросиком делаю забросы то даже построен своим дипломатом гомарусу очень очень хорошо закидывать рыбачил в основном 0,1 граммом пробовал поставить легче там 0,07 плюс мотылик беркли ой беркли мотылик атакары блин неудобно не вижу я ни лесочку ничего ну вот на нанофиле все классно и сенсорика в разы выше даже на проводочке на подбросиках приманочки не говоря уж на поклевках в принципе то что я переживал что мелкие кольца с двухтысячными там 1500 с катушками будет плохо забрасывать нет забрасывает он очень очень хорошо даже вот в этой микроречке когда нужно пробросить вдоль открытого участка там сейчас шикарно это меня радует что он даже с маленькими колечками с такими катушечками работает ох вылез в общем все замерз всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока пока